ребята всем добрый день такая тиво щепетильно почему все замалчивают об этом президент говорит одно что будет отсрочка людям у кого кредиты и ипотеки но ничего подобного сколько я знаю случаев и знакомые говорят что ходили в банк просили отсрочку ничего подобного это только они рассматривают кому дать отсрочку там или по ипотеке или по кредиту но это прям в маленьком маленьком количестве на их не усмотрение и возможно 99 процентов не попадают вот под эту статью чтобы тебе отсрочить вот а люди остаются сейчас без работы предприятие отправляют на карантин без оплаты то есть первые две недели они поплатили две третьих и все и не хотят больше платить кому-то знакомой ситуации напишите вот потому что у меня сегодня тоже знаку со знакомой разговаривала у них работа то есть они ходят по квартирам проверять счетчики это как государственная идет работа вот первые две недели им платили по две третьим а сейчас не хотят платить либо идите на больничный либо у кого положено идите в отпуск либо сидите без оплаты то есть ни в какой не хотят платить вот аж на что людям жить и все такое я считаю что это касается очень очень много предприятий и вот так вот люди страдают и банки так же они как сказать банк понятно что они боятся что если они начнут каждому делать отстрочку да по той же ипотеке это накопится куча куча потом вот еще же непонятно до какого-то будет карантин и все такое людей выведут на работу это тоже большой вопрос и что люди потом совсем не смогут справиться если сейчас они сидят дома на две третьих на что там семьи и кормить и все такое из чего конечно будто не там кредиты ипотеки платить то есть нас загнали в такую ну не то что меня слава богу у меня нету кредита вот а людей загнали в такие ситуации вообще очень печально конечно да даже если и нет у меня кредита допустим но как бы работа есть да а допустим люди там начальника работают или также на каком-то предприятии отправляют домой без оплаты сидеть да там либо на какой-то минимальный на минимальную оплату да вот то конечно также с чего людям кормиться и так же там кредиты все такое платить неважно даже бывает порой людям и на еду не хватает и особенно также как частники они когда принимают на работу либо какие-то мелкие предприятия они указывают прям вообще малюсенькую такую зарплату белую допустим там 6 или ну даже пусть 10 тысяч до прожиточный минимум ну а допустим когда работали они платили допустим 20 до а приняли их на работу за 10 тысяч вот и значит такая система да если тебя отправлять на две третьих то они тебе будут платить 6 тысяч за месяц потому что две третьих официально да и попробуй что-то предъяви им ты же подписывал документы 10 тысяч зарплаты у не важно что мы тебе платили 20 когда не было кризиса вот этого но это также не только в россии я как слушаю других это странах короче получается у нас жопа мира у кого такие же ситуации напишите пожалуйста мне тоже будет еще сейчас такая тенденция с этим кризисом да даже крупные магазины они сокращают увольняют людей вот это я точно знаю в спортмастер в нашем городе начал сокращать девчонок то есть увольнять вот ну какие-то либо причины находятся либо что с карантином они не могут себе позволить оплачивать и лишним людям зарплату вот идет вот массовое увольнение сокращение все такое тут и так было как бы безработица да такая большая сейчас вообще просто ужас сейчас люди еще стараются как бы деньги при себе в кучке иметь конечно в лучшем случае их иметь лучше наличные деньги пусть они лучше будут под подушкой чем они будут на карте потому что на карте ограничили количество ограничили снятие денежных средств а представьте если что-то такое глобальное случится и естественно банки они вообще могут перекрыть вам снятие денег наличных вот а еще идет только на уступки сбербанк рассматривает на допустим на отсрочку платежей а вот другие банки и ни в коем случае вообще не соглашаются также и про жкх якобы ой вы можете там в следующем месяце ну это также опять как наш президент говорил да там с коронавирусом чтоб не выходить из дома вы можете там потом оплатить за квартиру ничего подобного люди лучше если есть у вас деньги сейчас заплатите за квартиру потом неизвестно что будет но если есть деньги да как обычно вы платите из месяца в месяц лучше оплатить иначе потом вообще капец и также с кредитами если у вас есть деньги лучше оплатить иначе потом греха не избежать правда и и начислят и пение все такое не тут банки на уступки вот я говорю серьезно уже сколько у меня людей с кредитами и они мне вот это говорят всякие вот эти ситуации да ничего подобного от сбербанк еще более менее идет рассматривает а другие даже ни в коем случае сейчас даже оплачиваете и также с арендами люди кто стоят да и поэтому все платят аренду еще даже наперед спрашивают так что все в жопе ну реально я говорю как есть а то карантин карантин а ничего подобного вот такую дулю показывают по итогу вот так ребята